с вами у налики мы продолжаем с вами изучение арабского языка и приступаем к следующей теме это аль-моллу садис на эту шестая тема называется харф дель и здесь будут встречаться слова в которых есть эта буква то есть учеба дароса учиться едрусу учиться на то есть это спряжение настоящее время это прошедшее время он учился он учится переходим к предложениям и новым словам первое слово это как раз дароса дароса то есть учиться если брать точнее да то есть спрягается с местоимением 3 3 лица единственного числа то есть он учится дароса поля бету дару сэн джадиден дароса поля бету дару сэн джадиден здесь есть несколько важных правил которые следует запомнить как мы знаем дароса сочетается с местоимением гуа то есть он но слово поля до несмотря на то что она с там работой в конце но это такая форма особая до множественного числа от глагола или вернее от имени поле на поле то есть студент поле поля да то есть студенты по сути это форма переводится как студенты то есть учили студенты учили студенты дару сэн джадиден урок новый то есть новый урок по сути студенты учили новый урок и теперь может возникнуть вопрос а как же дароса у нас получилось с множественным числом в арабском языке у нас глагол стоит может быть в нескольких позициях и если мы будем говорить про глагол как про сказуемое это в разборе да именно в разборе не просто по смыслу а в разборе то у нас сначала будет глагол а потом действующее лицо то есть подлежащее иногда это бывает пишется слитно на как мы например учили дарас ту то есть ту это как я на месте она пишется но все равно глагол и в конце вот это окончание и бывает она еще спрятана внутри если мы просто возьмем дараса да то есть здесь никаких окончаний нету но внутри мы понимаем что она означает как он а то есть внутри вот так и очень важно что когда у нас действующее лицо во множественном числе в данном случае пример это множественное число мужского рода то глагол который стоит перед ним он согласуется только в лице и вроде то есть дараса по сути это как он да то есть мужской род и третье лицо а поляда то же самое здесь как третье лицо но множественное число то есть числе она не будет согласовываться а будет согласовываться только вроде и в лице и чтобы вам было легко запомнить если вы ставите на первое место глагол в предложении то следующее за ним слово если она будет во множественном лице то есть вот это подлежащие да про что мы говорим она будет согласовываться только вот в лице и в роде поэтому дараса поля бету это правильное предложение все здесь верно грамматически вот если бы мы поменяли их местами сначала сказали опале бету там уже глагол бы поменялся то есть наоборот уже будут изменения а в такой позиции как мы видим изменений не будет то есть дараса поля бету это верно затем идет дарусан дедеидан дарсан дедеидан дарс это урок дарс урок и мы с разбирали что прямое дополнение у нас пишется на спи в с окончаниями до фатха в конце когда у нас приходит слово с окончанием когда у нас приходит слово с окончанием фатха в конце как данном случае прямое дополнение и она не будет с артиклем например да в определенном состоянии и не будет иметь в конце там арбута то тогда зачастую вы увидите вы такое сочетание на то есть увидите что после дарс после танвина фатха у вас будет добавляться еще на письме алиф да то есть после сим мы видим алиф так как дедеидан это сыфа согласуемое определение и в нем также нету не артикля в нем также нету не там арбута в конце поэтому он также сочетается дарсан дедеидан на дороса поля бету дарсан дедеидан то есть кого что студенты учили дарсан дедеидан новый урок второе предложение ора аль мудар рисуль кита аль мудар рис учитель да это у нас уже было пара аль мудар рисуль кита здесь глагол читать аль мудар рису учитель книгу то есть учитель читал книгу здесь это в единственном числе поэтому никаких сильных изменений или правил здесь дополнительно нету то есть читал учитель книгу тоже мы видим аль китая бакова что прямое дополнение и сфатха в конце следующая дофтар дофтар это тетрадь филь хапы и бати дофтару на то есть по сути про что мы говорим про дофтар про какую-то тетрадь то есть какая-то тетрадь в сумке и так как у нас вот это извещение приходит в виде предлога с именем а после фи мы понимаем что имя у нас имеет окончание касру они поменялись местами филь хапы и бати да то есть в сумке дофтару какая-то тетрадь не меняйте местами и это правильное предложение далее одираса одираса это учеба одираса это учеба хана октудираса ти то есть она у нас был этот глагол наступил до наступила то есть пришло как бы время настало время учебы октудираса ти это у нас идет такое сочетание да это и бафа то есть время учебы учебы одираса ти хана октудираса ти наступило время учебы следующее предложение айна дурджука айна дурджука то есть где твоя ну твоя полка да вот которая под партой в данном случае имеется ввиду да то есть такие парты есть которые поднимались да или под ними внизу вот полочка есть то есть в данном случае это вот это полка айна дурджука то есть где твоя полка дурджу плюс слитное местоимение к айна дурджука где твоя полка следующее предложение от друсу фильма ради а друсу фильма ради а друсу у нас уже был сегодня глагол дарася учиться это форма настоящего времени иншаллах на следующем уроке я вам объясню прижение глагола настоящего времени в единственном числе в данном случае от друсу то есть я учу на или я учусь фильм а ради а друсу фильма ради так как в данном случае так как бы я учусь не не изучая то есть если я там учу что-то требует прямое дополнение если просто без указания на то что учат да то можно и без прямого дополнения то есть я учусь фильм на ради в институте марат институт после фи у нас мы видим в конце кастру следующая айна тайтанава люлю года айна это вопросительное слово вопросительные слова у них как правило место в предложении вопросительном впереди да то есть вначале где когда почему так далее айна это где тайтанава люлю здесь глагол тана валя сам глагол тана валя он еще у нас не приходил но и тем не менее мы возьмем просто напишу вам сам глагол то есть у нас глагол тана валя это глагол вот в прошедшем времени так он выглядит но здесь мы видим тайтанава люлю то есть здесь прижжение глагола этого в настоящем времени про что будем разбирать на следующем уроке мешала и на тайтанава люлю надо то есть где тайтанава люлю то есть анта ты принимаешь обед мы говорим где ты обедаешь вот этот тана валя плюс прием пищи на где-то обедуешь или где-то ужинаешь или завтракаешь в данном случае она вода это обед то есть где ты принимаешь обед где ты обедаешь слова аль-гада обед следующее аль-китабу джадиду аль-китабу книга мы видим определенном состоянии то есть конкретная книга и про нее извещается что она джадиду новая да так как книга в арабском языке мужского рода поэтому и вот этот хабар извещение новая информация в виде именного такого сказуемого будет тоже в мужском роде аль-китабу джадиду книга новая следующее предложение кэта-кэта-бэть будуру ли селета будур это имя здесь в данном случае имя девочки мы видим долгий ду уау да после дали кэта-бэть поэтому так как это имя девочки будур да поэтому кэта-бэть идет с пряжение как и я она написала будур аль-ли-селета кого что она написала письмо будур написала письмо сначала глагол мы видим как правило используется такая схема да что глагол ставится на первом месте хотя не всегда да то есть может быть по-другому и к этому еще придем но легче ставить глагол в начале если вернуться к первому предложению которое вам сказала вот именно поэтому да что тогда нам не нужно его спрягать еще сочетая с множественным числом да то есть достаточно форме единственного числа таким образом мы с вами разобрали все предложения здесь также у вас здесь есть буквы слоги на отработку вы можете себе почитать прописать сюда чтобы запомнить слова тоже на отработку артикуляции педр будур дарб дуру бы до втор до втор до втор до втор до было это вот следует запомнить до 5 это множественное число до втор до это как раз вот тоже слово хорошее часто используется дом 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 или здание может быть дом и это кстати слово несмотря на всю свою форму слова женского рода дух дур до бибдуфу манду дэна эти слова не обязательно запоминать некоторые из них вот как именно уже есть просто для артикуляции на этом наш урок завершён постарайтесь все а нюансы все правила и слова выучить повторить предыдущие и на следующий раз возьмем с вами спряжение глагола настоящим временем для единственного числа баракаллаху фейкум с вами была умалик ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракету